В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Новый асфальт и платная парковка. Вокзал Рязань-2 осмотрел глава РЖД. По жесте и в ударе, как стать кузнецом своего счастья, знают рязанские мастера молота и наковальни. Когда отсутствие дорог – не беда, а развлечение. Под Рязанью прошли гонки по бездорожью. Октябрь – перезагрузка, чем удивит кинотеатр рязанцев. Увеличить грузооборот и улучшить пассажирское сообщение на региональной железной дороге. Сегодня в правительстве подписали документ, предусматривающий сотрудничество в социальной и экономической сферах. Для заключения соглашения в Рязань приехал глава РЖД Олег Белозеров, а точнее прилетел на вертолете. Об этом стало известно благодаря очевидцам, которые выкладывали соответствующие фотографии в социальные сети. Вертолет приземлился на территории Кремля. После подписания соглашения президент компании РЖД осмотрел и предложил благоустроить площадь Рязани-2. В планах поменять асфальт у вокзала и на дороге до Первомайского проспекта, а также сделать платную парковку. РЖД планирует инвестировать более 1 миллиарда рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры, а также технологии и техники. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Мы работаем по индивидуальным документам именно с регионами и стараемся в документах отразить четко принципы нашего взаимодействия. Во-первых, мы увеличили очень серьезно объем нашей работы на территории Рязанской области. Мы находим практически по всем вопросам поддержку. Соблюдение требований природоохранного законодательства промышленными предприятиями области, а именно нефтеперерабатывающим заводом, проверила группа общественного контроля. Ее представители посетили очистные сооружения РНПК и ознакомились с анализом стоков, а также с дальнейшими планами по снижению к логической нагрузке. Кинотеатр «Октябрь» готовится удивить рязанцев. 1 сентября он встретит гостей в новом оформлении. Начнут работу кинокафе и обновленные танцевальные классы. Однако до конца проект под названием «Октябрь. Перезагрузка» будет реализован лишь через несколько лет. О том, как сейчас выглядит кинотеатр и что мы увидим совсем скоро, знает Галина Ершова. Фильмы на бобинах можно увидеть только здесь, в кинотеатре «Октябрь». Люди издания сохраняют особую романтику, создают портал в другую эпоху. Однако старое помещение нуждается в ремонте, поэтому в этом году стартовал проект «Октябрь. Перезагрузка». Его предложили рязанские энтузиасты, а доработали опытные архитекторы. Что самое главное в этом проекте, это то, что проект предлагает, в общем-то, уже все существующее взять за основу. Он даже чисто внешне предлагает сохранить вот эту архитектурную особенность. Она называется постсоветский конструктивизм. Поэтому вот здесь глобальных каких-то перестроек, сноса колонн, расширения пространства ничего не предусмотрено. Мы меняем цветовую гамму фойе. Гости встречают новые кассы, готовятся к открытию обновленный гардероб. Сейчас он на стадии реконструкции. 27 августа, в День российского кино, заработает кинокафе, которое было утеряно уже более 10 лет. Закуплена мебель, будут созданы три арт-зоны. Слева расположится композиция в стиле черно-белого кино эпохи Чарли Чаплина. На входе будет встречать надпись «Я люблю Октябрь». А огромную стену украсит калаш из постеров детских и взрослых советских и современных фильмов. Мы рады, что в сознании поменялось отношение к Октябрю. Но все-таки это требует значительных финансовых вложений в Октябрь для того, чтобы сделать действительно досуговый современный центр. Преображение затронуло и два хореографических класса. Их освежили, расписали стены и сделали стеллажи для костюмов. Ведь здесь занимается детский танцевальный коллектив «Акварель». Юные девушки уже завоевали не один десяток наград на всероссийских и международных конкурсах. Танцевальный зал, где проходят дискотеки и балы, тоже значительно преобразится. Мы расширяем там пространство. Мы сейчас там ремонтируем паркетное покрытие. Мы уберем вот эту огромную сцену. Она была нужна в 90-е годы, сейчас уже не востребована. И, соответственно, мы поменяем стеновой декор. Появится и зона для многочисленных кубков и дипломов. На сегодняшний день в центре работают 20 кружков, но их число будет расширяться. Уже запущены новые проекты «Артстарт», где зрители увидели уже шесть концертов лучших рязанских исполнителей. В течение года гостей ждут на киноквесты и экскурсии в «Святая святых» аппаратную кинорежиссера. На базе кинотеатра заработает и детская киностудия. Мы хотим свою детскую киностудию здесь создать для того, чтобы иметь видеоархив своих собственных праздников, которые проходят в Октябрьском районе. И, возможно, городу это тоже будет полезно. В этом году для кинотеатра «Октябрь» сделали проект на сметную документацию. Она обошлась в 300 тысяч рублей. Еще столько же потратили на сооружение летней веранды. Также до конца года здание освободится от лишних изношенных элементов. Принято решение о частичном демонтаже. Как раз, вот вы видите, такой балкон, такой, знаете, надстройка, да, у Октября. То есть вот эти конструкции будут демонтированы. И появляется еще дополнительное пространство. И пространство будет такое, знаете, будет интересный вход в КДЦ «Октябрь», чтобы можно было это совмещать как с небольшой сценой. Однако не только деньгами можно измерить преображение кинотеатра. Стены, пол, потолок, штукатурить и красить берутся сами работники культурно-досугового центра. Все внебюджетное финансирование от билетов и кружков пошло на ремонт. Жители города также внесли свою лепту. Они помогли купить краску и регулярно приносят цветы. Около миллиона и бюджетных, и внебюджетных средств. Но я думаю, что их окончательную сумму озвучить очень сложно, потому что это проект не на час, не на день, не на год. А он такой поэтапный. Дорогу осилит идущие. Мы ступили на этот путь и будем двигаться в этом направлении, пока не достигнем своего финала. На 2018 год запланирован ремонт фасада и переделка подсобных помещений. Особым сюрпризом станет современный конференц-зал. Но его проект держит в строжайшем секрете. Кинозал пока останется без изменений из-за сложностей с акустикой. Стоит отметить, что кинотеатр «Октябрь» не закрывается на ремонт. Он живет и ждет новых гостей. Пройти болото, лес и выехать по оврагу. Под Рязанью прошли экстремальные соревнования на внедорожниках. Показать мощь своего автомобиля решились более полусотни экипажей. Мотив Гир Россия Челлендж – одна из самых ярких серий гонок, которая на этот раз собрала на Рязанской земле сильнейших спортсменов центральной части России. У людей это любовь. Не столько спорт, но и любовь к всему этому полюсу. Грязь, подготовка машины, движение, драйв. То есть людей это захватывает. Они годами занимаются. И из любительского спорта у них уже потом все это переходит в профессиональное. Для этих автолюбителей отсутствие дорог – не беда, а развлечение. Только для них, джиперов, чем больше грязи на пути, тем интереснее. И пусть автомобили вязнут по самые окна. Их философия – явление уникальное. Если перед джипером две дороги, одна полегче, а другая посложнее, можно быть уверенным – выберет вторую. Мы бодры, веселые. Это вообще кайф. А в чем кайф? А? Вам нравится грязь? Да, нам нравится вообще преодоление трудностей. Выражение с места в карьер приобретает новый смысл. Начальная точка после старта – глубокое болото. Но вполне проходимая для полноприводных монстров. О том, что грязи не боятся не только танки, но еще и эти смелые водители внедорожников, мы видим буквально наяву. Вот, посмотрите, несколько автомобилей буквально застряли в болоте, но говорят, что ничего страшного, скоро выберутся. Впрочем, старт удается не всем. Кто-то недооценил болотистую почву под колесами авто. Кто-то в буквальном смысле встал на уши. Тут поможет только лебедка. Убираем воды, чтобы не кипела машина наша. Радиаторы забились. Вот приходится. Выдумывать. А тут воды где-то от нагрязи. Нормальный человек, пока не попробует, туда не полезет. Ну, вы нормальный? Да, зеленый трос. Ага. Вы нормальный? А что, похожи? Вы спортсмен? Я не знаю. В чем спорт? Нету спорта. Нету спорта? Это мы же свиньи. Прелести тросового механизма оценили все участники трофи-рейда. Трасса этих соревнований. Кольцевая гонка протяженностью в 2 километра. Победит тот, кто завершит наибольшее количество кругов за отведенное время. Где ваша подошва? Расскажите мне. Наша подошва осталась на трассе. Вот смотрите, можно даже вот. Вот как это должно быть и как теперь это стало. Смотрю на вас, вы такой грязный. В чем кайф таких соревнований? Адреналин. А, наверное, я не знаю, как у всех. У меня это именно жажда победы. И вот у меня нос разбит, я уже сейчас совсем ничего не чувствую. Но сейчас будет все отходить, поэтому будет чувствительно. А на трассе это вообще ничего не чувствовалось. Романтика победы над собой и трудностями через тернии к звездам. А тому, что автомобильный спорт делает исключительно мужское, опровержение находится даже здесь. Проверить себя, укрепить здоровье, дух моральный. Так что здесь. Ну вот ладно мужики, они в этом болоте роются, а вы как? Сейчас попрет адреналин и уже будет непонятно, мужики не мужики. Последняя точка круга – крутой овраг. Конечно, чтобы сознательно идти на такие препятствия, нужно обладать определенными качествами. Конечно, задор такой молодецкий. Но если не приложить к этому задору мозги, то можно остаться там до вечера и уже просить эвакуацию. А суровая правда такова, что проехали даже один круг далеко не все. Без поломок такие заезды не обходятся. Несколько внедорожников вытащат теперь только эвакуатор. Кто-то выбирается к берегу, жертвуя сожженным сцеплением, кто-то и вовсе без колес. После каждых подобных соревнований обязательно ремонт и восстановление. Но в подобных состязаниях участники получают удовольствие не столько от победы, сколько от самого процесса – преодоления препятствий. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Как стать кузнецом своего счастья, знают в Рязанской области. В выходные в селе Истья прошел Международный кузнечный фестиваль. За звание лучшего боролись 30 мастеров. Такой крупный фестиваль в нашей области проводят не случайно. Рязанщина всегда славилась умельцами. У одного из них в гостях побывала сегодня Анна Герцовская. А как горячо. Видите, греется долго. Ой, это же очень долго этим надо заниматься. Мне нравится. Ковать железо пока горячо, мы учились с кузнецом, художником Михаилом Раткиным. Нашей телекомпанией он показал весь процесс изготовления изделия из заготовки. По технологии, которая применялась в 19 веке. С тех времен набор инструментов кузнеца практически не изменился. Только для больших производств сейчас используют электричество. Здесь же для выполнения более мелких деталей, требующих кропотливой работы, вполне подойдет способ получения огня с помощью искры, из которой разгорается пламя. В результате заготовка томится в углях при температуре более 1000 градусов по Цельсию. А затем из нее получаются настоящие шедевры. Больше мне, конечно, нравятся интерьерные вещи. Вот как, допустим, рыцарь стоит. Очень интересный был заказ. Оформляли в Подмосковье дом в виде замка. То есть сделали туда рыцари, мечи, щиты. То есть все было в таком готическом стиле. Очень интересный заказ там. Рыцарь был воплощен в жизнь за месяц. Однако Михаил Алексеевич занимается не только художественной ковкой, но и литьем. А это лето провел за экспериментальной археологией. Вместе с доктором исторических наук РАН реконструировал процесс получения железа из руды. С помощью еще одной небольшой печки. Они буквально получили меч из грязи. Кроме того, в планах кузнеца и его рязанских коллег стоит развитие и поддержание исторически значимого направления. Иногда приезжают ко мне дети. Были экскурсии с Москвы, приезжали, работали. То есть детишкам очень нравится возиться с металлом. А планируем в дальнейшем в Рязани поставить уже стационарную кузню в стиле средневековья. Полноценную, действующую. Чтобы там могли не просто детки поработать, и туристы из других городов приехать посмотреть. Ведем переговоры с администрацией. Вроде бы все положительно складывается. Так что вполне возможно этот проект осуществится. Так что во время прогулки по городу туристы, возможно, вскоре смогут заказать себе рязанский сувенир. Принять участие в его изготовлении и радоваться на 100%. Ведь железное изделие, которое рождалось рядом с человеком, греет душу гораздо больше, чем купленное в магазине. Во время съемок Михаил Раткин изготовил для нашей телекомпании подарок. И тут же в озере рядом с кузницей остудил его в воде. Все очень естественно и натурально. Подковы не дарят, не продают, не покупают. Для того, чтобы они принесли счастье, ее надо найти. Я ее сейчас теряю, а вы совершенно случайно ее находите. Хорошо, давайте. Где же она? Где же подкова? Ой, на что-то я наступила. Для телекомпании «Город» специально от местных кузнецов. Спасибо. За 20 лет любимое занятие Михаила Алексеевича выросло в полноценную мастерскую. Все работы автор выполняет по предварительным эскизам, подходя к делу с любовью. Перенять его опыт может каждый, кому понравилась эта работа. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». День государственного флага России отмечают сегодня по всей стране. Для жителей и гостей областного центра открыты десятки площадок. Пройдут конкурсы и викторины. 22 августа во всей стране отмечается День флага Российской Федерации. И мы решили узнать, что знают жители города о государственном символе. Какие цвета у российского флага вообще? Белый, синий, красный. Красный, белый, синий. Белый, красный, синий. Белый, синий, красный. Красный, белый, синий. А именно в такой последовательности? Ну, честно, в какой последовательности я не особо-таки помню, но все же есть такие цвета. Флаг России – это привычный нам триколор из белого, синего и красного цветов. А вот верх ногами – это уже другая страна. Флагу сколько лет? Да. Что-то не очень. Наверное, лет… Наверное, больше ста лет, кажется. Слушайте, в каком же мы году его приняли? В 90-м, по-моему. Россия – довольно молодая страна. Появилась она в 1991 году. И это значит, что флагу Российской Федерации сегодня исполняется 26 лет. Знаете, что какой цвет обозначает? Я знаю, что Петр Первый, увидев французский флаг только вот так, те же цвета, очень захотел иметь этот. Вот все, что я знаю на этот счет. Ну, это вот от Петра как бы пошло там. Так, ну, белый – это не то, что спокойствие, может, символизирует дружбу мира народов Российской Федерации. Синий. А, как ты думаешь вообще, вот по символике цветов, что значит белый цвет? Где-то читал, но сейчас помню-то могу. Ну, мне так кажется, цвет мира. А синий? Ну, синий, как у меня, ассоциируется с цветом моря. А красный? Ну, не знаю, красный, как цвет какой-то крови, может быть, не знаю. У каждого свое. Цветам российского флага приписывается множество символических значений. Самая популярная расшифровка заключается в следующем. Белый цвет олицетворяет чистоту помыслов, благородность, а также откровенность. Синий цвет символизирует величие, верность, целомудрие. Красный цвет обозначает отвагу, мужество, смелость и великодушие. Однако не существует официального толкования цветов государственного флага Российской Федерации. И хоть праздник этот не является выходным днем, по всей стране вовсю гремят торжественные мероприятия. Например, в Санкт-Петербурге будет салют из 300 воздушных шариков цвета российского триколора. В Омске же пройдет интерактив под названием «Открытая ладонь истории России». Суть его состоит в том, что каждый желающий может опустить свою руку в любой цвет краски и оставить на большом белом полотне след ладони. Из них должен выйти флаг России, который позже повесят в центре города как сувенир. В Рязани также пройдут праздничные мероприятия в честь этого дня. На площади Победы состоится концерт, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации и флешмоб детского музыкального театра. Поэтому каждый желающий может принять участие в этом празднике. И на этом у меня все. Новости и другие программы смотрите на нашем сайте. Мы прощаемся с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова